Так, вы видели сегодняшнюю фотку встречи Лаврова и Путина. Лавров сидела царька в 10 метрах, практически как Макрон. Похоже, Путин болен не только психически, но и физически, ваше мнение. Вы знаете, то, что он болен психически, это, ну, я боюсь, что это факт. Потому что, ну, он себя так ведет и ведет в разных ситуациях, так что диагноз можно поставить многомерным образом с самых разных сторон и в разных плоскостях. Вот, я думаю, что это, в общем-то, понятно почему. Не думаю, что Путин изначально был каким-то патологическим типом. Думаю, что он был просто простым, закомплексованным, невзрачным, озлобленным парнем. Но когда вот такие парни, еще к тому же не отягощенные ни талантами, ни мозгами, ничем, когда они дорываются до неограниченной власти, неограниченных денег и прочее, и прочее, они себя начинают на самом деле чувствовать царем горы, они на самом деле начинают думать, вот, что они всевластны и всемогущи. Они начинают думать о каких-то божественных миссиях. Ну, на самом деле, с какой стати такой чумок, как Путин вдруг оказалась в таком, прямо скажем, привилегированном положении. Да, от этого, в общем-то, любая крыша съедет. И у Путина она, несомненно, съехала просто от этой несоразмерности его ничтожества с тем, что, на самом деле, к великому сожалению, ему подвластно. Вот, то есть Путин, да, он в психическом отношении, вот, он поехал и расплавился, и можно ждать чего угодно. Если говорить о физическом здоровье, ну, это, естественно, это песня профессора Соловья. Вот, я, надо сказать, к Соловью отношусь нормально. У меня тут гостил недавно один знаменитый человек, мой друг, близкий, лауреат Нобелевской премии мира. Вот, он к Соловью относится очень отрицательно. И, в общем-то, аргументация его, надо сказать, такая вполне убедительная. Вот, он, кстати, сказал, что Соловей рвался к ним в новую газету. Вот, ну, что они его, значит, отбрили и отшлёпали. Вот, значит, кроме Соловья о покосившемся здоровье Путина и о том, что Путин, значит, дышит на ладан, в общем-то, ни от кого больше этого не слышно. Вот, да и не видно тоже. По-моему, Путин физически в полном порядке, судя по тому, как он выглядит, судя по тому, как он говорит, выдерживает там какие-то там эти пресс-марафоны там и прочее, и прочее. В нормальном он физическом состоянии. Вот, и думаю, что во время новогоднего обращения к россиянам у него там тоже был не какой-то там, значит, искусственный желудок или что-то там ещё под пальтишком. Вот, думаю, что это всё-таки был или бронежилет, или что-то в таком роде. Вот, так что насчёт Путина физически, к сожалению, Артемий, как вы думаете, какую музыку в молодости слушал Путин? Это начало 70-х. Ну, самую разную музыку можно было слушать в молодости. В общем-то, мы с Путиным почти ровесники, то есть он старше меня на сколько? На два с половиной года. Вот, так что музыка вокруг нас была такая более или менее одинаковая. Другое дело, что я интересовался музыкой глубоко и поэтому копал тоже на полную глубину. Вот, Путин, я думаю, слушал, ну что, слушал всякую советскую эстраду наверняка музыки из советских кинофильмов типа «Щит и меч». Вот, у меня есть, кстати, смешная картина. Это полотно работы Коли Копейкина. На ней изображён Путин, держащий в руке балкантоновский, болгарский альбом группы «Смоки» и подпись «Достал» с восклицательным знаком. То есть радостный Путин удалось ему достать альбом группы «Смоки». Очень может быть, что группу «Смоки» Путин тоже слушал как раз в то самое время. Я группу «Смоки» ненавидел и ненавижу. После трансфера власти в РФ есть шанс на ваше возвращение, как раз на данную тему, или смена лиц не приведёт принципиально ни к чему, тоталитаризм на века? Я считаю, что когда Путин сгинет, и очень надеюсь на то, что это произойдёт скоро, конечно же, изменения наступят. Изменения наступят по целому ряду причин. Может, я напишу какой-нибудь аналитический текст на эту тему. Но изменения будут требовать и народ снизу, и элита сверху. Единственное, кому эти изменения будут категорически невыгодны, а в частности даже смертельны, так это ближайшему окружению Путина. Все остальные против него. И то же самое обращение генерал-полковника Левашова и многое другое. И, в общем-то, свидетельствует о том, что уйдёт Путин, свалится и остов его режима. Ну, то есть это будет примерно как после смерти Сталина, когда, в общем-то, как бы строй не изменился, как СССР оставался социалистический. Вот так он и был. И люди, в принципе, поначалу были все те же самые, но уже совершенно иная атмосфера в обществе, уже иные запросы, уже иная степень свободы и так далее. Вот это всё будет. И если говорить обо мне лично, то я вполне допускаю, что я вернусь в Россию. Во всяком случае, я эту возможность для себя совершенно не исключаю, рассматриваю. То есть мне и за границей хорошо, и в нормальной, свободной России мне тоже будет очень хорошо. Насколько она будет свободной и нормальной, и буду ли я там востребован, вот это большой вопрос. Но то, что будет после Путина лучше по-любому, в этом я нисколько не сомневаюсь. Путин переживёт всю российскую молодёжь. Нет, дай бог, нет, вся российская молодёжь переживёт Путина. Это вообще странно, ведь молодёжь. Это люди, которым там 17, 18, 20 лет, они родились уже при Путине. Я вообще не понимаю, как такое возможно, как можно допустить такую скуку, помимо всего прочего, не говоря уже там о подлости, бездарности и так далее. Как так можно? Я уверен, что потомки наши где-нибудь там в конце, скажем, 21 века, они будут смотреть вот на этот период, российские первые десятилетия 21 века, они будут смотреть вообще с недоумением, как можно было это насекомое столько лет терпеть. Да ещё в такой стране, как Россия, это просто не объяснило. То есть иначе, как триумфом отрицательной селекции, это, к сожалению, не назовёшь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, делитесь с друзьями, делитесь с друзьями.